Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание к ним по книге Великие музеи мира. Ян Стэн. Школа для мальчиков и девочек. Около 1672 года. Хорст Масла. 81 на 108. Это произведение принадлежит кисти одного из крупнейших голландских мастеров жанровой живописи Яна Стэна. Он создавал полотна с остроумными, пополненные множеством бытовых деталей с цепками из повседневной жизни своих сомневеков. Часто в них можно увидеть изображения национальных пословиц, которые являются своеобразным ключом к пониманию нравоучительного смысла, который художник пригносит в каждую свою работу. В справедливости ради нужно отметить, что помимо картин на указанную тематику, Стэн писал религиозные и юбилейские сюжеты, а также портреты. В 1649 году живописец женился на дочери своего коллеги, известного пейзажиста Яна Ван Гоина. От этого брака у Дора родилось много детей. В произведениях мастера довольно часто можно увидеть для ребятишек шумно играющих в кегли или дурачившихся на празднике бабового короля. В картине «Школа для мальчиков и девочек» художник создал большую галерею детских образов. В классе, где находятся двое наставников, ученики заняты кто чем. Мальчишки на дальнем плане дерутся, а их товарищ стоят на столе, смеются над ними. Ребята за столом в правдом заснули над листами задания. Напротив них маленькие девочки обсуждают какую-то картинку. У стола учителя толпятся их одноклассники. Интересна фигура малыша, которая протягивает сидящие на жердочке сове очки. Эта группа визуализирует одну из голландских пословиц. Зачем в сове очки, если она не хочет увидеть? Что по сути раскрывает смысл лотна. Ну вот такое описание я нашел в книге «Великие музеи мира», работаю Яна Стэна «Школа для мальчиков и девочек». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok